До службы в армии у Ивана Турушева еще есть время. Он девятиклассник, но подготовку уже начал. Юноша занимается спортом. Как показала первоначальная постановка на воинский учет, со здоровьем тоже все хорошо. Кто служил, тот становится настоящим мужчиной. Отдал свой долг в родине и, так скажем, начал более качественно жить. Боевой настрой у призывников этого года. Уже в ближайшее время 14 скитимцев пополнят ряды вооруженных сил. Сухопутные, ракетно-космические и войска национальной гвардии. Вы сделали очередной шаг в своей жизни. Из призывников вы становитесь солдатами. Я вам желаю, чтобы служба для вас была интересной, чтобы вы во время службы приобрели новые знания, навыки, приобрели новых друзей. Ну и самое главное, помните, что вас ждут дома. Боевые повестки им вручают в торжественной обстановке. Дети и взрослые – главные участники вахты памяти. Мероприятие волнительное, говорят юно-армейцы. На них возложена большая ответственность. Это будущее нашей страны. Они знают своих героев, чтут их подвиг. Об ушедших помнят, доживших до очередной годовщины победы поздравляют. Мы желаем им здоровья, любви, благополучия. Ты знаешь что-то о прадеде своем? Я когда у мамы спрашивала, она говорила, он вообще не любил разговаривать про войну. Как ты думаешь, почему? Мне кажется, потому что это для него было больное воспоминание, и он не хотел это вспоминать. Чтобы сохранить вот эту связь, преемственность между нашими ветеранами и нынешним поколением. Чтобы ребята видели, к чему нужно стремиться, на каких героев равняться и каким образом вести себя в нынешней ситуации, чтобы быть достойным памяти героев. Боевые повестки вручили, клятва юно-армейца зачитана, собравшиеся возложили цветы к стеллам героев страны и почтили их память минутой молчания. Продолжение следует...